У нас во всём была полная свобода, потому что в то время у нас ничего не продавалось. Так что терять нам было нечего. Ностальгический четверг с Тимом Бланксом. Том Форд. Секс-бомба Гуччи. С вами модный журналист Тим Бланкс. И сегодня мы с вами вспомним, как Том Форд поджег фитиль секс-бомбы в моде середины 90-х. Посредством всего нескольких показов Том Форд создал знаковый образ 90-х, совершив революцию на подиуме. В то время остро не хватало сексуальности. Мода зашла в тупик. И в тот момент все слишком уж боялись затрагивать тему гедонизма на подиуме. Кого-то это оскорбляло, кого-то соблазняло. Эти показы были очень, очень сексуальны. Самое главное — найти нужный момент. И мне казалось, что в то время очень многие разделяли мое мнение по поводу моды. Меня словно осенило, я решил, хватит с нас этой ерунды. Мы хотим быть сексуальными. Я был настолько убежден, что я прав, что даже ни на минуту не усомнился в своих решениях. Он знал толк в сексе. Секс всегда востребован, и он попал в точку. Он начал очень плодотворное сотрудничество со стилистом Карин Ройтфельд и фотографом Марио Тестино. Мы просто наслаждались тем фактом, что мы существа материальные и живем в материальном мире. Ему удалось взять все лучшее от американского спортивного стиля и добавить к нему понятие «сила греха». Я открыл миру свою душу как моделья, и мне кажется, сделать это можно лишь раз в жизни. И люди либо примут тебя, либо отвернутся. Образ Джорджины Грэнгель в белом символизирует целую эпоху. Согласен, согласен. Это была одна из моих любимых коллекций. Хотя сам крой был предельно простым, мне кажется, в тот момент именно это было необходимо. Спасибо Томфорду за то, что раскрыл перед нами свою дикую сторону. Как думаете, этот образ до сих пор можно считать сексуальным? Оставьте комментарий и не забудьте подписаться на наш канал.